Константин Савичев устремляется к штрафной площади, передача налево, но Зелимхан Бакаев в отборе действует, отбирает мяч у Султонова в штрафной площади соперника, Сокол, Милкадзе, на коротке играет с Бакаевым, пяткой играет Милкадзе и 11-метровый удар. Фол против Георгия Милкадзе, после передачи Зелимхана Бакаева, врывался в штрафную Милкадзе, хорошая там была стеночка, Тарас Царикаев получает красную карточку. Получает красную карточку защитника Шинника и уходит с поля. Вот Шинник уступает в счете 0-1 в ворота Ярославцев, назначен пенальти и Ярославцы же остаются в меньшинстве. Незавидное положение у команды Александра Побегалова. В воротах Дмитрий Яшин. А пенальти будет исполнять, пока не видно кто. Владислав Пантелеев и он забивает гол 2-0. Можно сказать, что еще один шаг к тому, чтобы занять 11-е место на турнире, сделал Спартак 2. Владислав Пантелеев забивает второй гол, делает с пенальти и вслед за Артемом Федчуком вносит свое имя в список футболистов, отличившихся в этом матче. Максим Лаук с центра поля начинает 2-0. Спартак 2 выигрывает и получает численное большинство.